Как в том старом анекдоте, когда еврей пришел к раввину и сказал, «Так, Ребе, вы не можно бороду побрить?» Говорит, нельзя, и ушел. Идет и вспоминает, а Ребе-то сам без бороды был. Возвращается, говорит, Ребе, вот ты мне сказал, что бороду нельзя брить, а сам побрил, а я никого не спрашивал. Это ядро него нейроны алхимии, теперь точно. Еврейский анекдот. Ну что, там слушать буду так? Ты тоже? Да. Ты тоже в какой форме? Что ты осознал, понял из того, что мы работали сейчас до этого момента? Осознавание и понимание, и чувства. Понял я то, что отказываясь, скажем так, проявлять свою слабость, нежность, ранимость, я разрушаю, в принципе, весь внешний мир, который меня окружает. Причем самый близкий, естественно, как бы он ближе, он больше, легче разрушает. Ага. Что делается это, да? Нет, подожди, еще. Еще что осознал? Да. Одним осознаванием ты не отделаешься. Восьмый период. Может, так это до следующей осени? Что чувствуешь при этом всем? Я чувствую облегчение. Облегчение, ну, скажем так, я в это время принял решение. Какое? Я принял решение, что, в принципе, для того, чтобы быть сильным, слабость все равно можно проявлять. То есть я себе позволил проявлять слабость. А что для тебя слабость? Детально, какие там переменные? Ты когда до этого говорил, ты сказал нежность, ранимость. Ранимость, ну, как, по большому счету, это уже привычная реакция, когда у меня давно нет закрытых, скажем так, зон в душе таких, что я никому не рассказываю. То есть все, что я чувствую и мысляю, практически, я могу рассказать любому человеку. Подожди, ты можешь рассказать любому человеку, но в семью ты не переносишь очень большую часть своей жизни. Я не переношу физическое проявление, то есть не рассказываю, что происходит на работе, то есть с кем я общался, что-то детально таки не рассказываю. А то, что касается внутренних состояний, как бы, каких-то, нужно осмириться, что я придурок уже к такому относится, как мне. Для меня раньше был страх такой, ну, вот я в свое детство, раннюю молодость, скажем так, вспоминаю, что кто-то может воспользоваться тем, что ты слабый, да, надавить на болевую точку. Можно мне детально, пожалуйста? Кто-то может воспользоваться тем, что ты какой именно? Слабый — это очень большое обобщение целого аспекта. Кто-то может воспользоваться тем, что ты... Рогими у меня только слово любое язык как? Хорошо? Больше ничего. Правильно. Что это означает у тебя? То, что на самом деле, допустим, я на события внутренне реагирую совсем иначе. То есть, как бы, что для меня, опять же, там, какое-то слово может быть значимым, даже если оно неосознанно сказано, а кто-то может этим осознанно воспользоваться. То есть, ты скрываешь часть чувств, того, что на самом деле чувствуешь, чтобы не показывать, что... Что на самом деле я нежная. Пиши. На самом деле я нежная. Нежность — это будет тот ключ, в который вы все время будете упираться, когда будете копать себя внутрь. Постоянный побег от того, чтобы чувствовать себя уязвимым, ранимым, слабым, и там везде будет идти склейка на нежность. Потому что в детстве, когда мы проявляем нежность, мы получаем обратку не всегда очень приятную. И это потом склеивается с тем, что когда мы проявляем нежность, мы не можем оттолкнуть, когда нужно. То есть, хочется оттолкнуть человека. Ну, например, ты проявляешь нежность, да? А мама тебе говорит там, ва-ва-ва-ва-ва-ва. Отойди. Ага. Не мешаешь. Да. И... Она идет с кипятком, а ты лезешь с нежностью. Да, ты лезешь с нежностью, и... Она тебя вроде оберегает, но говорит тебе жестко, отойди, потому что боится тебя поварить со страхом. И ты читаешь этот страх, и пишешь в себя. Угу, да. Люблю умных клиентов. Половина ничего не дозвучивает. У нас мало просто. Что дальше? На самом деле я нежный. К зеркалу. К барьеру. Миша, на самом деле ты нежный. Нет, здесь ты, ты в зеркалу, сам с собой. Миша, на самом деле ты нежный. Не верю. Да, кстати, мы должны поверить. Да. Миша, на самом деле ты нежный. Видите? Лучше уже. Я на всех, я блеваю. Миша, на самом деле ты нежный. Высмеивание нежности, вот то, что ты как раз девочке говорил, да? Про обесценивание нежности. Это, видишь, ты сам с тобой разговариваешь, сам себе это все говорил. У человека, вот и ты сам вспоминаешь, что это лучше. Да ладно, это понятно, но ты себе это буквально говоришь, чтобы себе применять. Еще бы я так помню, но я буду от угла. Давай так, смотришь. Так, надо выбрать людей. Таких серьезных критиков, кто сможет сказать Мише, что он не нежный. Ты там, Андрюха. Давай, я сам. Иди сюда. Только руки ему свяжите, пожалуйста. Можешь, я его подержу? Я знаю, за что ты подержишься. Он еще не готов к таким отношениям. Почему ты на него решаешь, готов он или нет? Гениально. Этот диалог обесценивания чего? Он уже настроился и готов. Подожди, не отвлекайся. Этот диалог сейчас был обесцениванием чего? Кто знает? Глубоких отношений. Возможных будущих отношений. Да, в близости. Возможных будущих глубоких отношениях, да? Все сразу, моментально высмеяли, обесценили и пойдут дальше. Это те маркеры, которые необходимо в себе просто замечать. И спрашивать себя, окей, нафига я это делаю? Ты говоришь, что ты нежный. Да. Вот пока он реально не покажет, что он нежный, и пока вот ажи внутри не того, ты не говори, что он нежный. Андрюха, я нежный. Это надолго. Ну хватит обесценивать мое старание. Андрей, я нежный. Не верю. Слышь, Станиславский, я нежный. Не верю. Это серьезно. Я серьезно, по-моему. А ну-ка, повернись к зеркалу и скажи ту фразу, которую ты мне только что сказал про обесценивание, а потом сказал про Станиславского, да? Да, да, да. Что ты же фразу сказал? Я обесцениваю мое старание. Ага, имя только в начале. Миша, обесцениваю мое старание. А теперь нежно. Миша, обесцениваю мое старание. Без угроз в голосе. Где там угроза была? Почему есть эта потребность так высмеивать нежность? Шаблонное мышление присутствует. Иди ты в задницу. Это первая соответственность. На себе. А то у нас здесь весь социум, одно большое шаблонное мышление, можно сбросить соответственности и вообще не приходить. Почему? Почему присутствует потребность вот взятия в бесценице? Даже такой простой шуткой. Я и Станиславский. У нас как бы страх появится в нежность. Телесно, где он ощущается? Правая почка. Как это ощущается в правой почве? Как-то это напряжение для тебя звучит или нет? Физические зажимы тоже звучат. То есть, когда вы спрашиваете себя, как это звучит, вы буквально разговариваете со своим телом. А оно может вам ответить, пока вы слушаете. Отвали. Значит, одно и то же. Сейчас. Можешь ему сказать, ты для меня очень родной человек, а ты говори, отвали. Согласен участвовать? Да. Я привык. Миша, для меня очень родной человек. Отвали. Миша, для меня самый родной человек. Отвали. Миша, для меня очень родной человек. Отвали. Агрессивно. Миша, для меня очень родной человек. Отвали. Миша, для меня очень родной человек. Отвали. отвали попробуй теперь к нему приблизиться чтобы просто его обнять а ты говори отвали и отталкивай и продолжаю говорить это сразу 1 человек отвалив я родной человек миша от вали для меня родной человек вани родной понимаешь одной брат от спали миша ты родной валий же одной человек миша ты родной для меня человек родной отвалишь и ты для меня родной человек если от 1 брат 1 озвучил озвучил не держит что конкретик то есть на ощущениях реакции националки текстами какие ощущения ты на обиду на него почему-то то есть на внешность почему обиду смотри на него почему не уходи взглядом доводит я понял я как бы отлавливаю на плече он проявляет искреннюю близость нежность доверие искренность то есть толпы того на чем ты хочешь строить свою мечту да ты буквально гашня хочу желание брать ответственность на себя знаете отношения не желание брать ответственность за него а почему бы ответственность за него если он просто горит что ты ему близкий человек рано ну вот именно поэтому что близкий родной камера это то есть чем меньше будет родных людей тем свободнее ты чувствуешь себя давай записываешь чем меньше вокруг меня чем меньше у меня родных людей тем более свободные себя чувствую да это шумный чем меньше чем меньше у тебя родных людей тем более свободно ты себя чувствуешь выше чем меньше у тебя людей тем более свободно выше чем давай детальнее более свободным это более какие то есть когда ты не принимаешь искреннее чувство о том что ты родной то облегчение в чем идет знаете чем близость так сильно и так пугает потому что во время близости другой человек который искренне испытывают к вам все эти чувства там проявляется преданность этот человек готов ради вас на все даже полностью идти пойти на компромиссы с собой в некоторых местах эти люди готовы ради нас умереть которые проявляют открыток нам близость и это очень хорошо спаяна с ответственностью но на самом деле более глубже это неуважение выбора тех людей которые дарят нам эти чувства кроме того что это обесценивание этих чувств да например в том же самом братстве да о котором ты говоришь когда каждый человек готов умереть друг за друга и не отступать назад в духе и сам ты видишь сейчас что ты не принимаешь этой преданности этой близости то есть не уважаешь выбор другого человека испытывать к тебе настолько глубокие чувства это очень нежно было скажем а теперь можно это с нежностью то же самое сразу на с нежностью пожалуйста в первую очередь ты прекратила относиться к себе с нежностью видишь ты к себе как зверю относишься даже об этом ты говоришь такой муж давай пробить в голову на снежности все смерть для этого это и придумали чтобы сбить себе в голову через физику нет это не с нежностью пока нежность будешь это нервность она в голосе чувствуется в мемике нежность постарайся лучше старайся лучше так ты понимаешь а что чувствуешь что чувствуешь когда пытаешься таскать нежно как это ощущается дискомфортно как именно боли это сразу текст хочется на что формально как облачить облачить мы это для этого и придумали чтобы через физический опыт вот это еще более верно так только но из это и то Теперь мне необходимо, чтобы на слове «Солнышко» прозвучало как можно больше нервности к самому себе. «Солнышко, не знаю, как это придумали, а у каждого через виде четвертый поток от метра». Ещё раз, только нужно, чтобы эта нежность от «Солнышка» раскатилась по всей фразе. «Солнышко, не знаю, как это придумали, а у каждого через виде четвертого поток от метра». Ещё раз, повторите эту ситуацию. С отталкиванием? Да. Миша, ты для меня очень радный человек. И текстам, и потом на физике. И мне очень радный человек. Отвали. Миша, ты для меня очень радный человек. Отвали. Миша, ты для меня очень радный человек. Отвали. очень 1 . . . . . . . . подъехали для меня очень раньше нет я-то не ты родной человеку не пишет одета не ниши для меня очень отойдет и не 8 я начала книжа очень очень очень-очень дайдя мне лично ниш очень равно человеку нишу очень дойдет меня не вольным мешать и для меня очень родной человек ниш для меня очень родной человек отойди не мешай для меня очень родной человек пойми же ты это что-то если есть напряжение оттолкиваем так помню ты для меня всегда будешь сам родной человек что чувствую что осознаю что понимаешь я что родные поздоров что чувствуешь хорошо легко еще спине луку психоэмоциональный психоэмоциональный радостно это можно на лице показать почему как мы можем увидеть что тебе радостно просто на лице покажи что тебе радостно если тебе радость в чем сопротивление нельзя показывать иначе что будет что будет если ты покажешь свою радость что как дурак самые обычные нормальные механизмы защита от искреннего выражения того что вы на самом деле чувствуете вспоминай когда это было когда тебе это говорили ты как ты как ты как ты как ненавижу ненавижу вообще ненавижу как ощущается то немусть сейчас как бы закрываюсь специально и и вот все тело как бы сковывает сковываю сковываю чтобы ко мне не подходит даже если вот ты подошла да ты как бы ванну я это принимаю но даже но я не дам этот но я как бы специально ставлю этот барьер у меня ставится сам я не знаю сам ставится чтобы человек не попал ну вот в меня не трогал мой внутренний мир что ли еще вот здесь вот упряжение ненависть ненависть то есть если тебя никто никогда не будет замечать и обращать на тебя внимание ты будешь чувствовать себя проще легче радость не когда никто не будет любит внутренний мир тебя не будут замечать никто не будет проявлять к тебе нежности никто к тебе не обратиться никто тебя не обнимет так будет легче и радостнее ну да конечно что более сложнее если я тебя держу за руку или если я тебя обниму что тяжелее переносится или если я спрашиваю что ты чувствуешь тяжелее переносится когда я расслабляюсь тело расслабляется вот сейчас например вот расслаблюсь да мне становится еще хуже в чем как это выражается сейчас ну страшно страшно что что произойдет если ты полностью расслабишься и кто-то будет рядом с тобой вот и полностью расслабишься и кто-то рядом с тобой что произойдет сейчас все увидят что что я думаю только потому что расслабишься то есть когда ты расслабляешься ты считаю что ты выглядишь глупо нет нет я я считаю что я всегда веду себя как дура а когда я расслаблюсь люди это убедят ну как а 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 у а а а а на тебя ли ты не выражаешь открытые эмоции всплесков никто не скажет ты чё чё ты как дура прыгаешь от радость точнее себе что самое распространенное да если я буду как наташа снимать ролики на ю тубе да то все мои соседи в парадной поймут что я полный идиотка какой нормальный человек так открыто выражает себя да почему так важно то что другие это увидят увидят твои эмоции видят то что ты чувствуешь почему-то так важно видела мои ролики у меня обратный эффект мне приходится говорить хватит мне писать дай включать бан когда ты начинаешь искренне себя выражать к тебе люди мой как тянутся поверь мне потом будешь думать надо скрывать свои чувства чтобы они ко мне не тянулись такое тоже бывает давай только подумаешь над этим на моментом ну мы сейчас вот вернемся не будем с тобой общаться вот выражаешь себя мы тачу а я выживать о чем делать просто сиди дальше слушай смотри нас наблюдать за собой просто что то же самое что до этого момента ничего не изменилось так был какой-то резонанс у тебя на ситуации какой ситуация похожа с братом потому что не могу вспомнить это брат или отец на старше что-то из своих либо папа но вряд ли папа потому что папа папа мы шесть лет разошлись шесть лет мне было порядка текст улыбишься как бы отойди вот это одновременно и тело реагирует запишите фразу чтобы у тебя были че улыбишься отведи кто еще находит резонанс в этом у себя как будто мы старше Просто он будет ей. Таким. Покажи мне радость на лице. Я там в почке копаюсь. Покажи мне радость. Это опасно, да, я знаю. Нет, тебе не опасно. Сейчас, подожди. Уйди. 0,3 не вызываем. Ну, давай, озвучь хотя бы. А что, она озвучилась? Я просто смотрю, как тело реагирует. И как оно реагирует. Ситуация, скажем так, образ ситуации в клубе, детализация не идет просто. Откуда, чего, зачем, то есть вот этот, в принципе, есть и все, и где это было. Значит, еще чуть-чуть нужно что-то увидеть в этой ситуации, и она будет реализироваться дальше. Еще раз опиши. Это наша квартира, которая была на проспекту, куда мы переехали после разведения. Весна, осень, зима, лето. День, ночь. День, ночь. Яркий свет, нет? Нет. Через окна. Тепло, холодно. Тепло. 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 На кого обиду, на кого злость? На того, кто меня ударит. Тепло, холодно. Тепло, холодно. Ура. Да, к нам уже начали проявления. Ура! Поехали! Что? Ура! Как можно? Не нужна обратная сессия. А не знаю! Я к маме не бушала, ты, ты. И что говоришь? Ничего, еще бегу там. Ничего не говорит, плачет. А мама что? Что она делает, что говорит? Зовет брата. Сейчас будет дрючить. Брата? Угу. То есть брат ударил? Угу. А ты что чувствуешь, когда ты понимаешь, что сейчас брата будут? Защиту от мамы чувства. А по отношению к брату что? Сука. Угу. Сейчас тебе будет. То есть это что? Какое чувство? Злорадство. Злорадство. Есть. Механизм мести то, что вы будете находить внутри себя. Что сейчас происходит? Все, мама на дворе. Брат ушел? Угу. И что ты чувствуешь? По отношению к нему ничего. К маме? Благодар. Сейчас, как взрослый человек, ты считаешь это адекватным воспитанием? Ты бы так воспитывал собственных детей? Угу. 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 да давит на тебя вместо того чтобы решить эту ситуацию ты бежишь жаловаться то есть еще более высокую силу который может до наказать это вот когда я сталкиваюсь более высокой силы я нахожу еще более высокую силу который да пока который сможет что сделать записаны необходимо тянуть ниточки из прошлого сейчас сюда какие следствия вы вычисляете просто алгоритм научитесь вычислять алгоритм а плюс b равно c и теперь смотрим где эта формула по всей моей жизни где-то формула в моем бытовом каждодневном существовании это было очень нежно а можно еще раз но очень нежно с ручкой а теперь можно без высмеивания я не насмеиваюсь я как раз останавливаюсь физическую реакцию потому что посыл изначально был жестче то есть я положил а теперь полностью нет еще нижний всегда есть когда еще еще раз еще раз по-твоему ты нежно это делаешь вопрос значит не нежно можешь прочитать слух то что написал пожалуйста когда я сталкиваюсь силой я ищу покровитель который что ты не закончил который давит не то есть по-другому сказал который накажет кого накажет помнишь мы прорабатывали тогда на кухне про трусость теперь видишь почему ты не хочешь ее видеть потому что есть причина когда я сталкиваюсь силой который дает я еще покровитель который накажет обидчика это первое следствие давай дальше злорадство вследствие злорадство я показала тебе алгоритм как находить следствие есть как сейчас в то время это выражается ну да моя любимая поговорка мастер всегда найдет место и время для того чтобы вырезать в ответ видите нас все определяет текст еще есть такая поговорка тоже все на уничтожение до полное уничтожение того кто тебя обидит я убью любого кто меня бишь обидит при этом как бы на самом деле в жизни если обидчик как бы из моей жизни ушел сам я его прощаю ну как прощай ему повезло да я не 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 ищу не трачу на это время и силы чтобы отыграться да то есть я не ищу сознательно но если человек рядом как бы да то в принципе отыграю как более резонирующей звучит эта фраза я убью любого кто меня обидит ли кто посмеет меня обидеть сформулирую как для тебя это больше звучит не лезьте пожалеете мне нужно чтобы было слово убью иначе ты не хочешь этого видеть это прикольно поговорка не проживет дольше двух дней ну да мне необходимо с этим словом если вы видите что вы пытаетесь избегать прямой формулировки хотя бы напишите себе это я избегаю вот это слово хотя бы записать потому что через 15 минут можно это забыть и это слово и что я хотела это записать так слепое пятно проявляется я убью любого кто меня обидит записано то есть если бы с детства нам говорили да как мы создаем тоннели реальности как мы это все отстраиваем то отслеживая вот такие моменты еще в детстве мы бы понимали что мы создаем своей жизни то есть если бы ты понимал да эту формулировку еще в детстве я убью любого кто меня обидит если бы ты если бы тебе объясняли как ты создаешь реальность как это делается то совмещая это и это знание ты бы понимал я сейчас создаю реальность разрушить всех кто будет иметь хоть какое-то намерение у меня сейчас ассоциативный ряд выпрылся давай как раз вот в этом в том же дворе как бы делали дротики стержень от ручки на него иголочку и крылышки и липучку строительную хорошая штука получалась кидались игрались и мальчик причем имя даже помню эльфир вот он что-то там ляпнул и побежал а у меня хороший был там шмат такой игла вот такая я ему четко под левую лопатку не засадил спину дал просто с расстояние причем нормально точно точно и аналогичная фишка была уже постарше тоже мальчик буксовал и опять же как собака лает и побежал но я бегу не очень быстро как бы на кирпич летает хорошо оказалось то же самое в ту же точку то есть с ног срубил он сразу вот он механизм как раз проявлялся тогда еще замечай каждый раз когда ты будешь пытаться высмеивать те вещи которые несут с собой ответственность твою то просто записываете моменты когда ты это высмеиваешь чтобы не показать себе насколько это серьезно что это имеет следствие так ты строишь свою реальность а когда ты высмеиваешь кажется не так что тяжело как это проблема нету человека нет проблем вот сейчас я просто как раз ловлю то что прошит уже вот матрица там же сидит все это сколько процентов твоих реакций мыслей убеждений приколов направлено на фразы которые подразумевают я тебя убью или ты умрешь долго не проживешь не больше двух дней тебя это достанет я тебя найду ли тебя это сама найдет как много из всего тебя из всего твоего внутреннего мира направлено на убийство на разрушение не просто на разрушение как ты показываешь яростное разрушение процентах я не скажу довольно много но опять же если брать именно реакцию на как мы какие-то бытовые ситуации такие которые немножко выводят из себя на тунель процентов на 50 что есть эти моменты да там хорошо каким образом я могу тебя обидеть найди мне способ каким я могу тебя обидеть что я могу сказать чтобы у тебя это за дело там где ты анимой угроза непосредственно угрозы на словах то есть причем как правило на даже если она не может реально осуществиться просто именно угроза моя то есть это меня выводит нах то есть пример ну типа там я тебя убью или угроза моей семьи там я твою семью найду там просто даже скажет человек я найду твою семью я найду твою семью да то есть угроза если это будет признанная так не смогу да сделать за то есть это ну когда тут тут риск человеку существовать не надо ты не говоришь ты лучше не говори мы только с тобой обнимались а теперь не но тут я я понял что ты хочешь сказать то есть момент такой в жизни проявляю частенько то есть как бы угроза если появляется подобного рода я могу заглушить причем жестко заглушить убивать не буду конечно хорошо привод всем этом того а сейчас подожди еще один момент это злорадство обида месть и сама обида как звучит да я убью любого кто меня обидит ну тут просто в формуле еще все-таки есть и близки не только не любых близких людей на фишка в том что защищался ты от близкого человека это значит что момент механизма разрушения больше всего работает именно близких ну да с этим близким как бы да много вопросов было у меня кидался с кулаками будучи более старшим возрастом в данном моменте нужно необходимо как бы рассматривать очень детально все следствия очень детально по пунктам то есть на это может уйти не один день вот так вот сесть и расписывать как мое злорадство сейчас проявляется да тут моя мстительность моя обидчивость а как это проявляется по отношению к моим детям то же самое как ты словечки говоришь нежно и как ты их называешь как ты отзываешься бывают временами да вот за полтора дня пока я у вас жила бандиты еще хозяевки еще котики еще котики как на барана сейчас ты говоришь киса еще барана барана еще еще барана я она козявка козявка то есть девочка вырастая с постоянным обращением взрослого мужчины к себе я понимаю что тыкали но это же никуда не ушло не ушло я тебя не тыкаю в это нет я понимаю я уже отловил что отловил я же не закончил на сексуальной энергии когда она вырастет как она будет считать себя достойной чего когда родной отец называет ее козявкой как на сексуальной энергии потом она будет считать себя достойной каких отношений какого мужчины у девочки это будет на сексуальном очень четко выражено что дальше козявки это не пойдет здесь необходимо выписывать и видеть как это разрушительно влияет на близких когда очень четко видишь сколько всего ты начинаешь разрушать на психоэмоциональном легко взять и заглушить человека ударом да нет нелегко через барьер шага приходит вот блин да заставляю себя нет не заставляю сам момент что психоэмоциональное разрушение оно настолько глобально и ты сам это прекрасно знаешь просто смотря на свою жизнь до этого можно вначале не понимать не охватывая все детали взаимодействия с близкими людьми насколько разрушительно являются да простые словечки козявка для девочки которая потом вырастет от от собственного отца куда идет сексуальная энергия когда пока она вырастает то есть а когда выписываешь детально это все то ты начинаешь видеть кошмар кошмарность ужас тотальность этого всего что ты сам делаешь то есть пока нету реакции что же я делаю то есть именно осознавание кошмарности ситуации потому что пока это все хорошо все нормально у меня устойчивая психика это все хорошо то аларма внутри не включается что необходимо это менять себя понять когда говорил как тебя мама называл и это обычно всегда в слепых пятнах да я так не говорил но нормально вот именно эта сфера требует требует вашего детального внимания если вы хотите отлавливать это все и понимать как вы отстраиваете свою реальность и свое взаимодействие с близкими вам людьми потому что это уже следствие того как вы взаимодействуете со своим телом фишка в чем все очень просто устроено вот вы как англомерат сознание и тело и второе уравнение вниз идет прямая пропорциональность вы как этот же калак англомерат суда и мир снаружи то есть когда ты проявляешь себя то есть когда я тебе угрожаю и ты реагируешь тебе хочется сказать мне что на мою угрозу ну ту фразу например за то что ты говоришь и вот я достану твою семью да и что хочется сказать в ответ а там убить сразу хочется хорошо а если ребенок или жена говорят я не хочу этого делать я не буду это делать то что хочется сказать им что хочется сказать прямо как со словечками да как его тоже не было то есть никогда бажана не говорил я не хочу то есть ты просто не воспринимаешь всерьез то что она говорит да я просто знаю что она такая же как я и хер продаешь хорошо а сын когда он говорит я не хочу надо надо вот когда вы работаете с собой это классно отслеживать ваше взаимодействие с близкими людьми ваше взаимодействие с миром это все отлично но ядро находится в вашем взаимодействии с вашим телом и когда идет резонанс на мир снаружи и вы говорите да надо надо здесь прикольно получается это то что твое тело говорит тебе по сути значит он должна быть работать и не ухо а ты как сознание сейчас меня заглючит обычно по-другому это звучит обычно сознание говорит телу надо а тело говорит я не хочу круто то сейчас сейчас есть причина обесценивания моей работы тогда почему происходит просто для того чтобы ты мог сейчас уже от наблюдать себя я пока думаю почему перевод перевертыш каких ситуациях ты говоришь я не хочу я не хочу этого делать сейчас мысль да то что я говорю внешнему миру это то что мое тело говорит мне бывает говорю не хочу да редко но это как правило связано все таки больше с работой бумажной работой в бухгалтерии так хорошо вернемся тогда к психоэмоционального момента я убью любого кто меня обидит я убью любого кто меня видит это хороший пример здесь здесь совсем по другому чем у меня раньше мы следом в работе похоже перевертер был только у марата можешь повернуться к зеркалу и прогреть эту фразу я убью любого кто меня обидит и сказать что ты чувствуешь при этом с агрессией скажи да я убью любого кто меня обидит что чувствуешь при этом нормального человека это пугает нет да я знаю нет так вот здесь вот дальше уже копать туда не надо потому что здесь необходим высокий уровень благодарности чтобы идти дальше когда тебе кайфово от того что ты понимаешь что ты убьешь любого кто тебя обидит это за вас теневая личность это значит что идет внутри очень сильный запрет должен быть запрет на то чтобы убить ты говоришь я никого не убью да я так не говорю я говорю что я как правило ситуацию не доложу до критической но в этом не готовность у меня присутствует так ну вот с этим я обычно работаю только лично и мне необходимо здесь серьезный уровень благодарности то есть дальше я не пойду с тобой туда чтобы идти дальше необходимо уметь генерировать благодарность испытывать благодарность чтобы направлять ее вот к тому кайфу который ты испытываешь когда говоришь эту фразу потому что если если вдруг твой ребенок скажет вот такую фразу это будет для тебя сигналом тревоги если бажан это скажет то что девочка уже с детства начинает отстраивать реальность по моменту я убью любого кто меня обидит должно становиться тогда высшей ценностью если ты этим гордишься и гордишься что маленький ребенок уже с детства это говорит девочка потому что здесь если рассматривать то когда ты называешь ее козявкой недостоинство по сексуальной энергии будет отражаться при этом она будет готова убить любого кто ее обидит но вот это вот недостоинство по сексуальной энергии будет притягивать зеркала обиды а значит она будет готова все время разрушать то есть это натянутая тетива которую просто она будет отпускать снова и снова если это не вызывает у тебя никакой тревоги и ты хочешь строить реальность так вот дальше я туда не иду потому что я иду только туда до того места где тебя что-то не устраивает напрягает пугает и ты хочешь понять чтобы из другого к другому качеству строить реальность но этим ты гордишься а значит туда я не иду это то что ты не будешь менять это то что ты ни в коем случае не поменяешь потому что она является для тебя ценностью показателем того что сильный если вы дойдете до такого момента у себя и найдете вот такой прикол да и увидите что вас это не напрягает и вы этим гордитесь необходимо благодарность за то что вы существуете направлять в чувство кайфа чувство гордости которое вы будете испытывать когда понимаете я могу себя защитить да я могу разорвать любого это так обалденно то есть отсутствует понимание во первых что мы единая сеть это как буквально сказать я горжусь тем что я готов зубами вырвать себе там кусок мяса от руки на если там у меня бородавка например да я готовы на это круто я могу это сделать то есть если это не вызывает тревоги и абсурда то необходимо благодарность направлять в чувство гордости от этого и тогда вы сможете понять почему для вас это так важно так ценно и почему отсутствует уважение ценности жизни другого существа просто от того что вот это существо оно живое оно имеет право быть жить не так как я хочу думать не так как я хочу идти тем путем который меня не устраивает выражать себя так как меня не устраивает это существо имеет право абсолютно на все потому что оно живое оно есть она часть всех нас теневая личность полностью игнорирует этот факт и она наслаждается именно этим моментом однако реально центр силы скрыт именно в теневой личности то есть научиться выражать нежность реально можно только пройдя ее то есть услышав выслушав поняв и через благодарность почувствовав почему от чего защищаясь почему убийство лишение жизни части себя огромнейшего возвелось в ценность в гордость то есть там должна быть очень сильная психоэмоциональная травма которую необходимо боль которую необходимо защищать любой ценой даже ценой жизни и собственных детей и любого другого человека а значит там очень сильная боль и страхом охраняет ее и за страхом рождается агрессия и для того чтобы даже не дойти до страха необходимо чтобы агрессия была кайфом чтобы агрессия была ценностью тогда в глубже страх вы не увидите потому что вы останетесь на моменте кайфа потому что это круто когда круто ты там не смотришь а вдруг там есть страх вы что это же а это мощь так вот когда у вас есть этот кайф у меня есть мощь и такой крутой и при этом нежность обесценивается вы можете искать за этим этим кайфом мощи страх то есть почему хочется компенсировать именно таким моментом силы почему сила в большем давлении в большем контроле они сила во внутреннем ребенке через нежность то есть сила вечного существа через искренность и нежность сила личности в социум в социуме через что контроль и подавление через разъединение через запугивание а это значит боль там очень сильная и это просто является защитным механизмом защитный механизм его то есть ядро твоего защитного механизма в том что для тебя является одной из высших ценностей возможность контролировать давить разрушать то что может тебе нанести вред и необходимо рассматривать именно этот механизм чтобы идти дальше но тут необходимо высокий уровень благодарности потому что дальше боль нервная система не пустит пока нету очень сильного состояния благодарности в нервной системе и за счет него ты буквально сливаешься вот с этим и начинаешь это распознавать когда этого мы распознавали это раскрывается и будет большое сопротивление а если слезы запрет будет очень сильное сопротивление значит нужно очень большая благодарность и больше осознанности и с каждым более глубоким шагом внутрь внутрь ты придешь к моменту очень большой боли которую на тот момент когда ты будешь уже туда спускаться должны быть у тебя понимание осознавание чувствование насколько важна сила нежности и сила искренности то есть и потому что дальше я буду подожди 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 четыре пункта в чем ценность этого 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 и пока ты будешь расписывать ты будешь видеть и будет приходить разное осознавание и понимание потому что если двигаться к себе настоящему то сила базируется на способности выражать нежность в любых обстоятельствах и быть искренним в любых обстоятельствах это настоящая сила да которая реально вызывает уважение у других существ насилие давление и контроль вызывают уважение только у тех кто живет по этим законам это что было это возврат а с нежностью можно даже попробовать это было с нежностью нет серьезно уважение и нежность есть и можешь проявить я тогда сделаю это позже потому что я кидать сейчас не буду если с уважением и нежностью я встану и подойду тогда сделаю это она просто пишет на листочке я не воспринял от кого тетрадку поэтому решил вернуть если по отношению к тебе так будут вести себя что ты будешь чувствовать без уважения когда без уважения к тебе с тобой обращаются нормально тогда ты пишешь все хорошо ну то есть ты кому-то даешь свою вещь например да а вот такой тебе а даже не тебе а там какую-то соседу и не смотрят и уже встает как ты будешь реагировать от ситуации будет зависеть если это если это близкий человек то скорее всего пофигу а если не близкий человек если не близкий то ну замечание то сделаю тоже тебе не сделали замечание по какой причине интересно потому что это не ее тетрадка была если бы я ее кинул туда куда надо наверное возмущение было бы то есть не по адресу был возврат текста это сейчас ты все выражаешь предположения нет я как раз ощущение она не ее тетрадка она не въехала просто что это был возврат тетрадок если бы это было по адресу то скорее всего было бы да неудовольствие это как минимум а ты уверен что скорее всего было бы это сейчас ты все время говоришь из предположений и чувствований и не спрашиваешь у тех с кем эта ситуация только что произошла в данном случае ситуация произошла между тобой еще двумя людьми и ты говоришь о них сейчас здесь не спрашивая а как реально они что они чувствуют является ли это уважением в твоем понимании нет это является самоверенностью что я знаю как правильно ну запиши я знаю как правильно теперь у меня есть алгоритмы больших дядей которые занимаются всякие и которые считают что они добрые делают отличное дело для мира я знаю что как правильно да 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 я знаю как правильно и поэтому даже не удостаиваю вниманием как что правильно сформулировать до тех кого это касается уважение это тоже еще одно глобальное ядро которое просто падает падает и там долго не слышно как она до земли долетает потому что это подразумевает коммуникацию прямую коммуникацию с искренностью да если я буду с тобой разговаривать не искренне а часть утаивать будет ли это уважение по отношению к тебе а по отношению ко мне то есть я буду сама себя уважать если я буду лицемерить уважением не будет ощущением превосходства будет вот то есть какое чувство ты получаешь ощущение превосходства моя выгода ощущение превосходства идеально теневая личность теперь у меня и шаблон а теперь смотри ты строишь свою жизнь для того чтобы получать превосходство ощущать свою силу через возможность убить если тебе будут наносить вред а тебе остается только увидеть и осознать каким образом можно отстроить гармоничную реальность при таких настройках и каким образом то есть какую реальность сейчас ты отстраиваешь где это все проявляется то есть за чей счет ты получаешь чувство превосходства как отражается я убью любого кто меня обидит по отношению с женой по отношению с ребенком с каждым из ребенка из детей а с каждым с ним это по-своему с женой это по-своему с друзьями это тоже проявляется увидеть и прописать все на каждого человека как это проявляется чувство превосходства я убью любого кто меня обид и пока ты будешь это писать ты будешь видеть и дело не в том чтобы тогда чувство вины ненависть к себе или все остальное спросить себя в первую очередь какого качества жизни ты хочешь отстроить для себя иначе нету смысла этой работы то есть какого качества жизни вы хотите отстроить это вот это вот цель пока вы прописываете работаете с собой потому что если этого нету это не будет пугать это даже напрягать не будет ну есть ну есть ну сволочь ну сволочь ну ничего страшного жена меня таким уже любит да все нормально а дети привыкнут они еще поймут ценность моего опыта ну и так далее и тому подобное а когда ты ставишь цель да например гармония и что это такое и как это выражается опять же детально то каждый пункт который ты будешь здесь писать соотноси посмотри а как от этого прийти к этому теперь а как от этого прийти к этому а как от этого прийти к этому таким образом ты на самом деле научишься отстраивать ту реальность которая тебе необходима ты не будешь жертвой своих обид ты будешь не контролировать а через искренность и понимание отстраивать пространство вот ну ты пригласил меня для себя ух ты это уже 8 скоро я думала сделать перерыв на чуть-чуть и про четыре способа отстраивания реальности 3 минут 3 минуты кому необходимо послушать про четыре способа отстраивания реальности и все эти штуки короче вы можете оставаться делаем перерыв хотя у 15 минут до